Добрый вечер! В эфире программа «Город действующие лица» и я, Юрий Хаенко. Как я уже говорил, мы сегодня будем обсуждать окончившийся учебный год. Несмотря на то, что сейчас лето и школьники уже давно забыли о том, как они учились и что с ними происходило в течение учебного года, тем не менее пора подводить итоги. Эти итоги подводятся в Департаменте образования городском, Краевом министерстве образования, ну и всеми родителями, которые волновались, особенно за выпускников. У нас в гостях заместитель директора Департамента образования, городского Департамента образования Наталья Михайловна Полякова. Добрый вечер, Наталья Михайловна! Добрый вечер! Наталья Михайловна, ну, учебный год завершен, и это большая радость для всех, для детей, для школ, для учащихся, для родителей. Но вы продолжаете работать, потому что нужно подводить итоги. Давайте подведем итоги. Чем запомнился этот учебный год, прошедший учебный год? Как и любой другой год, он очень был насыщенным. Сейчас детки 24 мая ушли на каникулы. Для наших выпускников, девятиклассников и одиннадцатиклассников, конечно, прошла очень напряженная пора, потому что они сдавали государственную итоговую аттестацию. Я всякий раз забываю, что в девятом классе они тоже сдают огня, называется они. Основной государственный экзамен. Да. И, конечно же, вот сама подготовка наших детей в системе, в постоянном режиме, совместно с нашими родителями, потому что родители являются основными помощниками, конечно, дает свои результаты. Год насыщен, есть много побед, особенно в олимпиадном движении наши школьники показали себя очень хорошо. Поэтому я думаю, что и родители довольны результатами наших детей, а кто сомневается и думает о том, что ребенок может повысить свои результаты, я думаю, что лето позволит немножко нашим детям подтянуться. Немножечко помучать детей летний период. Да не, я бы не сказала помучать, а все-таки почитать книги, позаниматься математикой, чтобы какие-то знания не растерять. Скажите, сейчас же много происходит всяких изменений в учебных программах, новые стандарты вводятся, ежегодно какие-то новые стандарты появляются в разных возрастных группах. В этом году что-то было, в прошедшем году какие-то новые стандарты были введены в учебный процесс? Нет, как таковые новые стандарты, они уже разработаны. Но я знаю, что они как-то добавляются что-то. Профилизуется стандарт начального общего образования, основного общего образования, и сейчас многие школы переходят на федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. В городе Краснодаре такое количество школ увеличивается. Федеральный государственный образовательный стандарт, еще раз повторю, среднего общего образования, конечно, направлен на профилизацию детей. То есть дети должны уже к началу 10 класса определиться, какие бы они предметы хотели изучать на углубленном уровне. Но это не говорит о том, что поступив, допустим, в химико-биологический класс, в 10, и если они передумали после 11 класса, допустим, стать медиками, они могут перейти на другой профиль, ну и, соответственно, перейти на другую программу. Но ведь эта система существовала уже давно, еще в советский период были профильные классы, и точно так же можно было уже к 10 классу выбрать себе какую-то подготовку. Это было профильное обучение, а сейчас непосредственно в стандарте, в котором заложена в том числе и проектная деятельность, которая уже готовит наших выпускников к таким вот определенным научным методам работы с тем материалом, который они выбирают для проектов. Можно я задам вопрос, который, честно говоря, мы с вами не обсуждали, но который, я думаю, что вы мне сможете ответить. Вот мы все время говорим, стандарты образования. Что это такое все-таки? Что такое стандарт образования? Стандарт образования, он закрепляет те основные компетенции, которыми ребенок или наш выпускник 11 класса, если мы говорим о старшем звене, должен овладеть к концу 11 класса. То есть это не просто знание, это именно способности детей, которые развиваются в течение 10-11 класса, но уже на более высоком уровне. И это все проверяется, да? Проверяется контрольно, да, измерительными материалами, плюс ко всему такие компетенции, как коммуникабельность. Это мы проверяем в период различных мероприятий, которые проводим с детьми во время наблюдения за различным поведением ребенка, когда психологи смотрят за детками. То есть это вот, скажем так, формирование личности только в соответствии с новым временем. Это называется федеральный государственный образовательный стандарт. Был сильно удивлен. Я в прошлом учитель, и мне это не чужда тема. Я был на одном из... Учитель года. Профессиональный конкурс, учитель года, да. Раздавали эти пеликанов и мастер-классы, какие-то конкурсы, которые проводили дети со своими учителями. И там был такой момент. Девочка, школьник, они что-то обсуждают. Она говорит, я внимательно выслушала твой ответ, и я не согласна с тем, что ты сказал. Я обомлел. Как-то это все звучало очень взросло и очень как-то так необычно для меня. Ну, по крайней мере, в то время, когда я учился или преподавал, не было этого. Это какой-то стандарт, который введен сейчас. Да, конечно. Я же вот не зря сказала о компетенциях. То есть мы учим детей уметь высказывать свою точку зрения и ее отстаивать. Поэтому, когда наши дети говорят, что у меня такое мнение, я считаю, я хотел бы поспорить, допустим, даже с учителем. А вот я считаю, она может даже учительнице сказать или учителю о том, что, допустим, скажем так, опровержение какое-то учителю. В этом случае каждый должен уметь отстоять свою точку зрения. То есть это вполне на сегодняшний момент реалии сегодняшнего времени обучения. То есть не просто сказать, я не согласен, там встал, сказал, я не согласен, у меня есть другая точка зрения. Да, это вот наоборот, он и должен сказать. Я не соглашусь, допустим, уважаемая учительница с вашей точкой зрения, я, допустим, готов ее прокомментировать следующим образом. Это было так забавно и так умилительно, но это на самом деле здорово. Но это, конечно же, ведет за собой еще и развитие мышления. То есть мы заранее, закладывая вот эти слова, подготавливаем ребенка к мыслительной деятельности. Он даже, начиная говорить, он уже у себя где-то прокручивает какие-то варианты ответов. То есть мы же заботимся о том, чтобы наши дети могли в нашем информационном пространстве владеть информацией, выбирать то, что надо. И самое главное, анализировать. Анализировать, да. Поговорим еще, у нас есть звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. 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 Подскажите, пожалуйста, у меня мама ребенка, который занимается в пятом классе, это фрагментарная школа. И у нас руководитель первую точку зрения в школу не воспитывается. Мы вас очень плохо слышим. Будьте добры, приблизьтесь к телефону. Так слышно? Да, слышно. Подальше от телевизора, но ближе к телефону. Хорошо. Вот ответьте на вопрос. Школа современная, она учит, воспитывает или оказывает образовательные услуги? Хорошо, спасибо. Ну, я хочу сказать, начнем с определения понятия образования. Образование. Образование – это все-таки и воспитание, и обучение. В законе об образовании, конечно, прописано, что школа оказывает образовательные услуги. Но это достаточно емкое такое понятие. Нельзя ребенка просто обучить и не воспитывая при этом своим примером, своим поведением, сравнением, допустим, даже с теми же героями, которые были ранее. Поэтому мы не отделяем процесс обучения от воспитания, мы обучаем, воспитывая, и воспитываем, обучая. Поэтому вот сам процесс, да, в законе об образовании введена такая услуга, как образовательная услуга. Но она включает в себя и обучение, и воспитание в любом классе, в процессе школьной жизни. Я думаю, что многих сбивает термин «услуга», которая в общественном сознании, в обыденном сознании, она как бы имеет определенный смысл. И образовательная услуга как бы немножко нивелируется, вот это самим словом «услуга» нивелирует деятельность учителя. Я думаю, что вот раньше, как мы с вами вместе учились в школе, точно так же у нас процесс это идет. Просто вот введено новое понятие. В соответствии с современными условиями, ведь общество тоже развивается, поэтому у нас много услуги есть, бытовые, в том числе и образовательные. Но вот суть образовательных, скажем так, услуг не изменилась. Это по-прежнему и обучение, и воспитание. Вы заговорили об олимпиадах. Что за олимпиады? Какие успехи мы в прошлом году, какими успехами можем похвастаться? Давайте мы похвастаемся успехами этого учебного года, потому что у нас учебный год заканчивается 31 августа, и сейчас как раз у нас идет этап анализирования. Вы не пугайтесь сейчас, если кто-то из учеников нас смотрит, учащихся. Но на самом деле... И вдруг 31 августа, я представляю, какой шок. Новый учебный год у нас начнется с 1 сентября. Вот в этом учебном году у нас, конечно, наши дети показали себя очень достойно на Всероссийской Олимпиаде школьников. Более 40 тысяч наших детей участвовало только в школьном этапе Олимпиады школьников. 30 детей города Краснодара защищали честь города Краснодара, можно даже так сказать, на заключительном этапе Всероссийской Олимпиады школьников. И победа из 30 детей. У нас 10 детей-призеров и один победитель. Поэтому мы продолжаем развивать Олимпиадное движение. У нас для этого есть абсолютно все. Мы пытаемся удовлетворить потребности наших детей, которые имеют нестандартное мышление. Развиваем эту одаренность, когда, допустим, встречаемся в школе, что видим, что ребенок как-то нестандартно подходит к решению той или иной задачи. Много деток, которые стали призерами-победителями краевой научно-практической конференции Эврика. Более, наверное, 70 детей только стали победителями у нас в нашем городском этапе. Есть дети, которые получили премию губернатора и главы муниципального образования город Краснодар. Поэтому наше учительское сообщество, конечно же, старается сделать так, чтобы дети приносили результаты нашему городу. Отлично. А значит, раз все хорошо в Олимпиадах, значит, дети хорошо подготовлены. Давайте по РАЭГ. Хвалитесь, как все прошло. Ну, хвалиться. Ну, давайте расскажем о том. Конечно, государственная итоговая аттестация прошла в штатном режиме. Мы с вами в первой части говорили, что у нас это проходит в виде единого государственного экзамена для наших 11-классников. И основной государственный экзамен для наших 9-классников. Надо сказать, что более 11 тысяч наших выпускников 9-х классов в этом году сдавали экзамен. И хочу для родителей повторить, они сдавали 4 обязательных экзамена. Это 2-4 обязательных для них, то есть это русский и математика, которые издают все абсолютно наши 9-классники. И 2 экзамена они имели право выбирать. По выбору. По выбору. Более 6 тысяч выпускников 11-х классов участвовали в едином государственном экзамене. Каков итог? 72 у нас выпускника стубальников по различным примерам. 72 выпускника? Да, это очень хороший результат. Прекрасно. Сейчас мы подводим уже результаты по предметам, но надо сказать, что результаты стабильные. То есть у нас нет резких понижений по предметам, которые сдавали дети в форме ОГЭ и в форме ЕГЭ. Поэтому мы довольны результатами наших выпускников. Хочу сказать, что, конечно же, вот такие стабильно хорошие результаты наших 9- и 11-классников показывают то, что у нас созданы условия объективные для сдачи. Самое главное, уже практически во всех пунктах есть видеонаблюдение. В этом году дооснастили пункты проведения ОГЭ до 30 видеонаблюдением. То есть это все как бы развивается. И самое главное, что при проведении государственной итоговой аттестации все дети находятся в равных условиях. То есть они могут проявить себя и показать свои знания. Это основное, к чему мы готовим их в течение 9 и 11 лет. Главное, что они могут показать знания. Показать знания, которые им дают наши учителя. У нас есть звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы недавно приехали в ваш город и через год моему сыну идти в школу. И мы немного напуганы, что школа города перестала. Залучится ли так, что мы можем устроить трампы в школе в нашем доме? Мы снимаем квартиру в районе улицы Восточной Кругляковской. Какой улицы? Восточной Кругляковской. Я правильно понимаю, они снимают квартиру, приехали в Краснодар и боятся, что не смогут попасть в школу в близлежащих. Я хочу сказать, у нас такого понятия попасть в школу не существует. Абсолютно все дети в связи с тем, что в законе об образовании это не право, а обязанность детей обучаться, поэтому все дети учатся. Город очень привлекательен к тому, чтобы сюда переезжали жители. Но вернемся к конкретному вопросу. Если родители не зарегистрированы, то в первый класс они могут подавать документы, начиная с 1 июля. С 1 февраля до 1 июля подают документы те родители, которые зарегистрированы по микрорайону школы. В конце января месяца традиционно выходит постановление, которое закрепляет микрорайоны за каждой школой. Поэтому надо следить за информацией на нашем сайте, куда мы вывешиваем постановление, чтобы определиться, к какой школе относится тот микрорайон, в котором проживают в данном случае родители. И уже идти непосредственно в эту школу, если зарегистрированы, повторюсь, можно подавать заявление с 1 февраля, если не зарегистрированы, то с 1 июля. Я правильно понимаю, что в Восточно-Криволюковском микрорайоне будет еще вводиться несколько школ? Насчет несколько школ я вот так вот вы прям сразу... Вообще в городе Краснодаре существует дорожная карта по вводу в мест дошкольных образовательных учреждений и по вводу места именно школ. Поэтому школы строятся, школы вводятся. В микрорайоне Губернская школа на подходе. Да, в этом году в микрорайоне Губернском, в 23-й школе, в 61-й школе. То есть поэтому как бы администрация города этим вопросом занимается. Я думаю, что абсолютно все дети точно будут учиться в школе. Прекрасно. Мы с вами педагоги, вы нынешний, я в прошлом. Но я знаю, что педагоги — это такая достаточно консервативная группа. Они, как правило, человек приходит в школу и работает в ней практически всю свою жизнь. Как сейчас работать вам с учителями? Меняются учителя? Вот сегодняшние учителя чем-то отличаются от учителей 10-20 лет недавности? Ну, во-первых, учитель растет в тех условиях, в современных условиях, в которых он помещен. Конечно, учитель должен идти в ногу со временем с нашими детьми. Поэтому мы должны тоже, опять же, вот такое красивое слово, обладать профессиональными компетенциями, которые позволяют нам обучать детей. Поэтому помимо знаний нужны еще и определенные коммуникабельные какие-то способности, умение тоже владеть той информацией, которой владеют наши дети. Понятие «сложно» или «легко» у нас такого не существует. Все учителя готовы к самообразованию, потому что сама профессия учителя говорит о том, что мы не можем стоять на одном месте. И то, что мы получили в институте во времена своей молодости, и если я сейчас продолжаю работать с педагогом, я должна постоянно совершенствоваться. Поэтому в том числе и в вопросах преподавания, то есть методики, способов подачи. Сейчас очень много техники в школы, которые необходимо осваивать. А в наше время, допустим, не было такого количества техники. Поэтому идет постоянное совершенство. Поэтому сказать, тяжело или легко, такого понятия нет. Мы очень рады, что сейчас наши университеты готовят нам педагогов, которые приходят и хотят работать в школе с нашими детьми. Все-таки, наверное, эти педагоги, это все-таки дети уже нового поколения. То есть им сейчас 23-25, и они, конечно, уже впитали в себя вот эту всю атмосферу новизны интернета, новых технологий информационных. То, чего не было у нас с вами, потому что этого не было, просто не было. И мне кажется, что сейчас все-таки работать в школе намного труднее, чем это было раньше. В силу того, что ученики становятся более информационно обеспеченными, нежели прошлые ученики прошлых лет. Они больше знают, они могут добыть эту информацию совершенно самостоятельно. И учителю надо не просто транслировать из учебника или из каких-то книг. Ему нужно быть на высоте, соответствовать. Вы знаете, конечно, вы правильно сказали, ребенок может черпать информацию из интернета. Но, к сожалению, не вся информация для детей из интернета полезна. И мы, наоборот, говорим о том, что и родители, и в школе мы проводим мероприятия по безопасному использованию интернета. Поэтому не зря мы говорим о контент-фильтрации. Потому что если ребенок использует все, что написано в интернете, это не приносит ему никакой пользы. Да, безусловно. И, конечно, в школе мы ориентируем детей на чтение именно классической литературы, показываем ее достоинства. И не зря у нас в школах, во всех школах есть библиотеки. В каждой библиотеке есть интернет, где подключены только образовательные ресурсы, чтобы именно детей направить на образование, а не просто сидеть в соцсетях и переписываться. То есть это не образование. Черпание информации должно быть из интернета полезным. И всему этому, конечно, наши педагоги, они все это умеют, всем этим владеют этим всем. И, конечно же, передают это в том числе и детям. А какой возрастной состав сейчас учителей? Ну, в среднем, я думаю, что вот на каждом августовском таком большом краевом городском педагогическом совете мы чествуем наших педагогов, которые пришли из высших учебных заведений и только первый раз приступят к своей учебной деятельности. Ежегодно количество таких педагогов увеличивается. Поэтому мы очень рады, что из-за того, что у нас растет школа само по себе по количеству предметов, соответственно, у нас и увеличивается количество молодых педагогов. Ну, средний возраст не очень большой. Понятно. Спасибо большое, Наталья Михайловна. Я бы с удовольствием с вами еще говорил и говорил про наше образование, но у нас вышло время. Мы говорили о итогах учебного года, об успехах наших городских учителей, наших учащихся. Спасибо всем, кто смотрел нашу программу. До свидания, до новых встреч. Субтитры подогнали Симон.